Наша книга Это книга притчи. Мы в прошлый раз исследовали книгу Псалтерий. Мы говорили о том, что книга Псалтерий помогает нам поклоняться Богу. И она очень подробно объясняет взаимоотношения человека с Богом. В разных ситуациях, в разном настроении человек приходит, с разной степени успеха в своей жизни. И это представлено в книге Псалтерий достаточно подробно, с разных сторон, для того, чтобы помочь нам увидеть естественность отношений с Богом в самых разных периодах нашей жизни, в самых разных переживаниях, в которых мы находимся. Книга притчи помогает увидеть нам несколько другую сторону. Она раскрывает нам сферу нашего отношения к людям, к жизни, к самым разным ценностям, которые нас окружают. И я убежден, что вы сегодня откроете для себя гораздо больше, чем вы думали есть в этой книге. Во всяком случае, это то, что я пережил, когда я готовился к этой проповеди, когда я исследовал эту книгу тщательнее. И эта книга действительно не только вдохновила меня, не только показала мне много-много нового в моей собственной жизни и в том, как Бог подходит к моей жизни, но эта книга вдохновила меня еще на то, чтобы она стала источником благословения для многих из вас. И может быть, не только вас. Может быть, мы об этой книге еще поговорим в разных обстоятельствах, в разных группах, где Бог позволяет нам открывать Священное Писание. Итак, книга притчи. Книга притчи – одна из книг, которая относится к разделу мудрости. Есть в Библии такой раздел. Он написан определенной формой, определенным стилем. Есть поэзия, которая выражает многочисленные переживания в поэтической форме. Так вот, книги мудрости, они тоже написаны в поэтической форме, но их отличают некоторые особенности. Одна из главных особенностей, они говорят о вечных истинах, которые касаются таких стратегических глобальных явлений по всему человечеству, во всей истории, независимо от времени, культуры и так далее. К книгам мудрости обычно относят три книги. Есть три книги, которые полностью классифицируются как книги мудрости. Первая – это книга Иова. Вы помните, мы говорили о ней совсем недавно. Есть еще одна книга – это книга Екросиаста, тоже книга мудрости. И, безусловно, книга притчи. Есть еще несколько псалмов в псалтере, которые также классифицируются в этой же категории. Мы говорили в прошлый раз о 36-м псалме, который представляет вот такие глобальные гигантские истины, о 118-м псалме, который раскрывает нам важность и сущность священного писания Библии в нашей жизни. Но если мы говорим о самой книге, о том, каким образом, какие книги занимают место вот в этом разделе, то это три книги. Хотя эта книга отличается. Книга притчи очень сильно отличается и от книги Иова, и от книги Екросиаста. Главное отличие заключается в следующем. Книга Иова имеет одну доминирующую тему, точно так, как и книга Екросиаста. Это одна история. Если вы возьмете книгу Иова, главная ее тема – это правильное отношение к страданиям, роль страданий, роль Бога в страданиях, почему Бог допускает страдания, как мы относимся к страданиям. И один сюжет, если вы помните, там сюжет один. Обстоятельства складываются с Иовом, приходят друзья, и они имеют с ним разговоры, много разговоров, длительные разговоры. И в конце концов появляется Бог на этой сцене, и Он говорит последние, заключительные слова. Он подводит итог, и это производит определенное действие на Иова. И это все позволяет нам взять определенный урок. Конечно, там много тем раскрыто, много уроков, но есть определенная доминирующая канва, есть определенный сценарий, который представляет нам все эти уроки. Есть книга Екросиаст. Книга Екросиаст, мы о ней будем говорить в следующий раз, она тоже представляет собой одну историю. Хотя эта история циклична, там есть несколько циклов в этой истории, но это все-таки одна история, история поиска смысла жизни одним человеком. Этот поиск неровный, он включает в себя множество различных подъемов и спадов. Но это все-таки одна история, которая начинается и заканчивается с определенной целью. Опять-таки, показать смысл жизни, и она заканчивается знаменитыми словами, «Выслушаем сущность всего, бойся Господа и заповеди его соблюдай, потому что в этом все для человека». Книга Притчи отличается от этих двух тем, что она представляет собой сборник различных притчей. То есть это много маленьких истин, которые собраны воедино. Они, правда, тоже имеют определенную структуру, и мы о ней сегодня поговорим. Но здесь трудно найти какое-то развитие определенного сценария или определенной истории. Это книга, которая собрала в себе очень много важных, мудрых изречений, истин, которые касаются нашей с вами жизни. Книга Притчи – одна из очень немногих книг Ветхого Завета, которая имеет то же самое название в еврейской Библии, в септуагенте и в наших русских или английских переводах. Вы, наверное, обратили внимание, что что не книга, то я рассказываю, что она названа в еврейской Библии так, септуагент ее перевела по-другому, и потом русские ее так переводят, английские переводы так переводят. Так вот, книга Притчи, она, в отличие от многих других книг, она имеет одно название, и смысл его в следующем. Притча, если мы посмотрим значение в еврейском и в греческом, то это слово означает «положенное рядом» или «положенное для сравнения». То есть, когда автор этой книги, или не только Соломон притчами говорил, Иисус Христос говорил притчами, и мы встречаем притчи в разных других книгах, так вот, когда автор хочет объяснить какой-то принцип или какой-то факт, он берет и сравнивает, он берет иллюстрацию, и он при помощи этой иллюстрации объясняет истину, чтобы человек мог яснее понимать смысл истины. В этом смысл притчи. Любая притча – это иллюстрация, указывающая или помогающая нам практичнее, ближе, яснее понять конкретную истину, ту или иную истину. То есть, книга Притчи – это сборник различных иллюстраций. Эти иллюстрации разного типа. Иногда это просто поэтическая образная речь, иногда это какие-то сравнения конкретные, иногда это мудрые изыскания, которые помогают нам глубже проникнуться в смысл того, что представлено нам здесь Духом Святым через людей, через земных авторов. Автор этой книги – Соломон, так и называется книга Притчи Соломоновых, но это не говорит о том, что эта книга не имеет других авторов. О Соломоне здесь упоминается, или авторство Соломона упоминается три раза, как минимум. Посмотрите, Притчи 1.1, так и начинается. Притчи Соломона, сына Давидова, царя израильского. Если вы будете внимательно читать дальше, то вы обнаружите подобное утверждение в 10 главе 1 стихом и в 25 главе 1 стихом, когда сказано, называется имя Соломона, и сказано о том, что он был автором или он написал ту или иную часть. Вместе с тем, Писание действительно говорит, что Соломон написал гораздо больше притч, чем те, которые помещены здесь. Если вы посчитаете все притчи, которые здесь представлены, получится немногим более 900. О Соломоне же сказано, что он написал 3000 притчей. Третья книга царств, 4 глава 32 стих написано. И изрек он 3000 притчей, и песней его было 1005. И там, если вы будете читать дальше, вы увидите темы этих притчей, что он говорил очень много о разных сферах жизни. Он говорил о животном мире, о растительном мире, о географии, о разных аспектах жизни, помогая людям яснее понять. Там в третьей книге царств об этом сказано или это представлено. Так вот, под вдохновением Духа Святого в этот сборник притчи попали только те, которые имеют, так скажем, timeless ценность или безвременную ценность. Ценность которых переходит границы и ценность которых практически касается нас и каждого человека, который когда-либо читал эту книгу. В собрании притчи Соломоновых в единую книгу участвовали разные люди. Мы знаем, что некоторые притчи, они непосредственно самим Соломоном, скорее всего, так были написаны и представлены. Но немножечко позже написано о том, что притчи Соломонову позже собирались определенными людьми. 25 глава 1 стих, посмотрите, здесь написано. И это притчи Соломона, которые собрали мужа Езекии, царя Иудейского. То есть, примерно около 200 лет после Соломона, около, немножко меньше, 200 лет после Соломона, когда правил Езекия царь Иудейский. Это был один из периодов относительного спокойствия, стабильности царства Иудейского во всей его истории, истории разделенного царства. И в этот период Езекия обращала особое внимание на возобновление, поклонение Богу, на правильное отношение к храму, на правильное отношение к закону. И по всей видимости, в это время выросло достаточно много людей, которые любили Писание. И вот в это время Бог и использовал. Это время Бог и использовал, и людей, которые в это время жили, использовал для того, чтобы они могли собрать притчи, которые еще были где-то записаны, но они не были собраны в одну книгу. То есть, 25 глава открывает нам новую главу этих притчей, то есть, тех, которые были собраны уже мужами Езекии. Кроме того, книга притчи включает в себя мудрые слова, сказанные другими людьми, имена которых неизвестны, они просто, эти люди просто названы мудрыми. Если вы посмотрите 22 глава, 17 стих и дальше, там много достаточно, до конца 24 главы, вот весь этот отрывок представлен как слова мудрых. Кроме того, мы знаем, что 30 глава написана Агуром. Неизвестный мудрец, кто он был такой, неизвестно. Там представлено только имя его отца. Скорее всего, предположение есть, что он был одним из учеников Соломона. У Соломона было достаточно много учеников мудрости, когда он преподавал. Есть еще одна глава, 31-я, которая содержит слова Лемуила, личность которого тоже неизвестна. Известно только, что он был царем. И по этой причине, наверное, еврейская традиция приписывает эту главу Соломону тоже. То есть считают, что это просто еще одно имя, которым пользовался Соломон, или которым называли Соломона. В общем, эта книга в большей своей части представляет наставление матери Лемуила. То есть она наставляет его и говорит ему в отношении того, какой должна быть образцовая жена. И мы немножко позже коснемся этих всех глав. Время написания. Понятно, если у нас определены действующие лица, авторы определены, понятно, время. Соломон жил или правил с 971 года по 931 год до рождения Иисуса Христа. То есть он написал, все то, что он написал, было написано примерно в этот период времени. Езекия, как я уже сказал, правил примерно в 720-710 годах. Около 700 лет, так скажем, до рождения Иисуса Христа. Поэтому примерно книга и писалась. Вот в это время основная ее часть, скорее всего, была написана Соломоном. И потом тогда уже во время Езекии ее собрали вместе. И она приобрела тот вид, который она имеет сейчас. Кстати, книга притчи – одна из наименее спорных книг. Есть книги о авторстве, которых спорят. Есть книги о частях, которых спорят разные богословы. Хотя и о притчах тоже спорят, потому что есть много таких людей, которые совершенно не принимают или не хотят принимать авторитетность в Писании. Но если мы посмотрим на такую центральную группу, на основную группу богословов, то в ней книга притчи относится к той категории, которая менее всего, может быть, подвергается вопросам. Есть еще один очень важный фактор, который нам нужно знать. Я бы хотел немножко остановиться на особенностях книги притчи. Книга притчи является очень важной частью Ветхого Завета. И я бы хотел здесь чуть-чуть задержаться, перед тем, как мы пойдем в эту книгу и будем детально ее исследовать. Цель этого в следующем, или причина этого в следующем. У нас есть книги Нового Завета, которые подробно описывают образ жизни. Там много говорится о том, как люди должны жить, как люди должны поступать. Павел пишет послание к Оринфянам, и он объясняет детали. Очень много всяких разных принципов взаимоотношений друг с другом, отношений к церкви, отношений к разного рода, сферам жизни и так далее. Когда мы говорим о Ветхом Завете, в Ветхом Завете есть некоторые ключевые книги, которые представляют нам базовые факторы, или базовые принципы жизни. Ну, например, книга «Бытие» объясняет нам сотворение мира и грехопадение, объясняет нам Бога, как Творца неба и земли, объясняет нам возникновение израильского народа. Если мы возьмем книги «Пятикнижие», и суть их, может быть, в большей степени выражена в книге «Второзаконие», то эта книга объясняет Божий закон, принципы Божьего закона, принципы поклонения Богу, там детально расписывается, каким образом поклоняться Богу и так далее. Так вот, для многих людей, как во все времена, во времена Ветхого Завета, так и сегодня, религия или поклонение Богу приобретала такую несколько оторванную от реалии жизни форму. То есть это что-то такое святое, что-то такое возвышенное, что-то такое очень великое, един Бог – это закон, важность закона, это важность поклонения Богу, что люди приходят в определенное время, с определенными условиями и так далее. Все такое торжественное, важное, приподнятое, где-то высокое. И люди очень часто не видят, каким образом вся вот эта религия или все это поклонение Богу, каким образом оно практически регулирует жизнь, практически касается жизни. Поэтому многие люди спекулируют об этом, многие люди даже говорят, это законничество, они говорят, это те сферы, которые они сами по себе должны как-то уладиться. Если человек любит Бога и поклоняется ему, то это главное, и уже здесь трудно указывать ему, как он должен жить. Он же Бога любит, а как он живет, это уже дело не надо указывать. Уже каждый может жить как хочет или настолько, насколько он достиг и так далее. Так вот, книга притчи, она разрушает этот миф в Ветхом Завете. В Новом Завете тоже есть конкретные тексты, писания, которые разрушают эти мифы. Но даже в Ветхом Завете есть очень важная часть. И книга притчи, она выполняет следующую роль. Она берет вот это вот высокое, стратегическое, глобальное поклонение Богу и связывает его с реальным фактором. Оно связывает с тем, что человек должен говорить, с кем он должен дружить, как он должен жениться, как он должен вести бизнес, как он должен относиться к своим желаниям. В этом удивительная уникальность этой книги. И она помогает нам увидеть замысел Божий. Замысел Божий не только дать нам общее направление, но и привести это направление в конкретные формы выражения в нашей конкретной жизни. Она помогает нам увидеть и понять, что Бог действительно заинтересован в практическом выражении истины, различных истин священного писания в нашей конкретной жизни, в конкретных условиях и обстоятельствах нашей жизни. То есть, вот это, пожалуй, наверное, самая главная особенность книги притчи. Чтобы мы могли видеть и мы могли пользоваться этой книгой именно так. И мы сегодня будем говорить о многих еще вещах, которые делают эту книгу чрезвычайно ценной для каждого из нас. Кроме того, еще одной особенностью этой книги является ее стиль. Как я уже сказал, что это сборник притчи, и эти притчи представляют собой иллюстрации. Некоторые из них очень короткие иллюстрации, которые помещаются в один стих. Некоторые иллюстрации подлиннее, которые представляют собой какую-то историю. Например, мы в воскресенье говорили, подробно изучали историю, представленную в седьмой главе. Историю о том, каким образом неопытный человек попадается вот в эту капкан, в сети сексуального греха. То есть, это достаточно длинная история, которая иллюстрирует жизнь. Она показывает некоторые конкретные истины, касающиеся нашей жизни. Итак, являясь уникальной формой выражения истины, притчи, они содержат в себе мудрость в ее глобальном или возвышенном смысле, обобщенном смысле, который касается практики жизни. И еще есть одна очень важная деталь. Когда мы говорим о характере притчи, то характер притчи, он касается основных направлений жизни, которые мы должны воспринимать как основные направления жизни, понимая, что эти направления жизни, они не учитывают всех деталей. Я приведу вам пример. Например, притча 3 глава с 13 стиха написана. «Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум». 16 стих, мы продолжаем читать, 16 стих «Долгоденствие в правой руке ее», то есть в правой руке мудрости, а в левой у нее богатство и слава. Вот из этого стиха мы видим, что он учит, что мудрость приводит к долгоденствию и приводит к богатству и славе. Однако это не значит, что если человек прожил короткую жизнь, что он не был мудрым. Человек мог быть мудрым и прожить короткую жизнь. Или что у человека не было материального достатка, что он обязательно не был мудрым человеком. Дело в том, что Бог имеет в своем плане еще дополнительные какие-то факторы. И иногда очень мудрые люди по Божьему плану живут недолго. Бог их забирает по той или иной причине. Или иногда очень мудрые люди, они терпят материальные недостатки. Но в общем, эта истина всегда права, она всегда точна. То есть если человек будет мудрым, то при всех других равных условиях он будет жить дольше. По разным причинам, конкретно практически выражающимся, он будет принимать более точные решения. Эти более точные решения, они позволят ему избежать многих опасностей, в которые другие люди влазят. Эти более точные решения, они позволят ему вести свои дела лучше. И поэтому он материально будет жить лучше. То есть вот эти принципы, представленные здесь, это принципы, которые прокладывают нам общее основание, общее направление. Но в этих общих направлениях, в этом-то и отличаются книги мудрости или стиль вот этой мудрости, но в этих общих направлениях мы можем видеть какие-то еще дополнительные обстоятельства, которые могут каким-то образом регулировать или вносить какие-то коррективы в этот процесс. Книга-притчи очень большая. Пожалуй, наверное, одна из книг, которая у меня заняла больше всего времени на подготовку so far. То есть вот из всех книг, которые я уже представил, сегодня это 20-я книга, из всех этих книг, книга-притчи пока у меня заняла больше всего времени, чтобы я мог подготовиться к ней. И на это есть причины. Причина заключается в том, что там очень много тем, очень много подтем, очень много притчи. Если вы возьмете книгу «Второзаконие» и вы видите там ясное вступление, ясное изложение, ты видишь там ясные блоки материала. Точно так же в книге «Бытие», точно так же в других книгах. И даже в книге «Псалтырь». Помните, мы говорили о пяти книгах, в которые собрана вся эта книга. Так вот, книга-притчи, она представляет собой маленькие такие кусочки, очень много маленьких кусочков, которые очень интересны и очень важны. И поэтому она немножко берет время, чтобы их перелопатить, пропустить в своем сознании, выстроить в определенную последовательность и понять их глубже. Но, как я уже сказал, что вложив это время, я, наверное, больше всего получил из этой книги, чем из многих других. И вы увидите сегодня, что эта книга действительно является или должна стать рабочим инструментом для каждого из нас, абсолютно для каждого человека, если вы хотите иметь благословенную жизнь. Для того, чтобы упростить нам вот этот процесс, чтобы мы могли вместе с вами не проводить столько же времени, сколько я провел, подготавливаясь к этой проповеди, мы попробуем посмотреть на нее с двух разных углов или в двух разных плоскостях. Сначала мы посмотрим на ее структуру. Книга действительно, несмотря на то, что это сборник притчей, несмотря на это, она имеет определенную структуру. Есть определенные блоки материала, которые собраны по определенным причинам. Начинается книга с короткого введения. Введение, которое представляет собой всего 7 стихов, первых 7 стихов, но они очень важные, эти 7 стихов, и поэтому я решил их разобрать достаточно детально, чтобы мы с вами могли иметь ясное представление, куда же нас эта книга ведет, почему она написана и какую цель она ставит перед собой, что она должна сделать в моем сердце и в ваших сердцах для того, чтобы достичь своего предназначения. Книга начинается с ясного представления авторства ее. Достаточно детально представлено или описано оно. Первый стих мы уже читали. «Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильского». Вот эти два уточнения, они помогают нам определить, что это именно тот Соломон, что он действительно был сыном Давида, и это тот, которому была дана особая мудрость, и это тот, который сыграл определенную роль в определенном периоде развития народа израильского. Сразу же за этим представляется цель книги. Второй и третий стихи помогают нам понять эту цель. «Чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты». Там немножко неправильные номера стихов. Это второй и третий стихи. Второй и третий стихи первой главы объясняют нам, для чего книга была написана. «Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильского». «Чтобы познать». То есть они написаны для того, чтобы люди, которые их читают, могли достичь нескольких целей. Во-первых, она написана для того, чтобы научить мудрости. Чтобы познать мудрость. То есть чтобы человек не просто соприкоснулся с мудростью, а чтобы он мог ее познать. Слово «познать» — это слово, которое буквально означает «ухватиться прочно». То есть чтобы он мог захватить мудрость и держать эту мудрость. Есть второе слово, чтобы познать мудрость и наставление. Слово «наставление» — это процесс обречения мудрости. Буквально оно переводится как «дисциплина» или «тренинг» или «исправление». То есть притчи Соломоновы написаны для того, чтобы исправить неправильное мышление в человеке, для того, чтобы научить его мудрости посредством определенных приемов дисциплины, посредством определенного тренинга. То есть это серьезное заявление. Эта книга действительно ставит нас перед очень огромными возможностями. Она имеет очень важную цель — достичь определенных перемен в нашем сознании, в нашей личности, в том, кто мы есть. И это заявлено здесь автором в самом начале. Второе. Книга учит правильно понимать мудрые изречения. Посмотрите. Понять изречение разума. Каждый из нас сталкивается с многочисленными мудростями. Есть много разных мудрых людей. Есть много образованных, много умных, много людей, которые что-то знают. И эта книга написана для того, чтобы мы могли разобраться во всей этой мудрости, чтобы вся та мудрость, с которой мы встречаемся, соприкасаемся, чтобы вся эта мудрость, она фильтровалась сквозь определенную призму, чтобы у нас были инструменты, которыми мы можем измерять и правильно понимать все то, что сказано мудрыми людьми. И здесь есть небольшой, но очень важный такой штрих вот в этом словосочетании «понять изречение разума». Слово «понять» означает не только осознать, а означает найти практическую ценность во всех этих изречениях разума. Увидеть, что действительно они значат для ситуации, в которой я живу, каким образом они практически влияют на жизнь и как они могут действительно обогатить жизнь. Это второй элемент. Кроме того, книга помогает научиться правилам или принципам разумного поведения. Посмотрите, условить правила благоразумия. Правила благоразумия, русский перевод немножечко теряет здесь идею, саму идею жизни или поведения. В большинстве английских переводов вы можете найти это, обнаружить вот этот штрих, который присутствует в них. Усвоить правила жизни правильной. Не только благоразумие, что человек умен, что он знает очень много, а правила того, как эта мудрость его реально практически формирует в его действиях, в его подходе к жизни или к различным аспектам жизни. Причем вот это правило благоразумия, оно характеризуется тремя качествами здесь. Что это поведение, правило благоразумного поведения или мудрой жизни, основанное на справедливости, правосудии или праведности точнее, слово правосудия, дальше законности и справедливости. Все вот эти три аспекта, они как-то связаны с правдой или праведностью. Разные аспекты, три грани здесь праведности представлены. То есть это правило благоразумия или мудрая жизнь, которая не просто мудра, потому что она удобна в данной культуре, в данной ситуации, а эта мудрая жизнь исходит из того, что она правдива по отношению к Богу, праведна по отношению к Богу, она праведна по отношению к людям, и она праведна по отношению к ценностям, с которыми человек сталкивается на протяжении своей жизни. Итак, это представление цели книги. То есть цель книги представлена здесь достаточно ясно, чтобы мы могли познать мудрость и как она получается, понять изречение разума, научиться разбираться в мудрости и видеть ее практическую ценность, и научиться мудро жить, усвоить правила благоразумия. Представление адресата. Кому написана книга? Следующие стихи с 4 по 6 стихи мы читаем. Опять-таки эти стихи, здесь у нас опять неправильная нумерация представлена. С 4 по 6 стихи мы читаем. Простым дать смышленность, юноше знание и рассудительность послушает мудрые, умножит познание и разумно найдет мудрые советы, чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их. Опять-таки здесь представлен адресат и немножечко добавлено к цели, хотя эта цель уже была упомянута немножечко раньше. Посмотрите, очень широкий спектр людей, которые написаны в этой книге. Во-первых, простые люди, простым дать смышленность. Простые люди это неопытные, это те, которые независимо от их возраста, независимо от того, от культурного или социального статуса, это люди, которые не приобрели достаточно правильного опыта в жизни, который мог бы сохранить их от неверных действий и сделать их мудрыми. Так вот, прежде всего, эта книга написана для того, чтобы простым людям, то есть людям, которые неопытные, дать смышленность. Слово смышленность, тоже очень интересное слово, оно говорит о способности иметь знание и правильно его применять. То есть точное, эффективное применение знания, которое принесет богатство жизни человека или богатство личности человека. Простым дать смышленность. Второе. Юноша – знание и рассудительность. Юноша – это молодой человек, который еще знает мало фактов, он еще мало чему научился в жизни. Так вот, к этим людям тоже эта книга написана, и она призвана дать человеку основы знания и рассудительность, способность эти факты правильно сопоставлять в единое целое, для того, чтобы человек мог делать правильные выводы. Юноши – молодые люди, не имеющие зрелости, им эта книга очень нужна. Кроме того, эта книга очень полезна для мудрых. То есть для тех, кто уже грамотный, для тех, кто уже прожил, много знает и, может быть, даже много правильных решений в жизни принял. Несмотря на это, послушает мудрый и умножит познание. То есть любой, даже самый мудрый человек, исследуя глубоко эту книгу, он умножит свои познания, и разумный найдет мудрые советы. И не только умножит познание, а он увидит мудрые советы, которым он обогатит свою жизнь. Вот в этом смысл этой книги. Как вы видите, три разных категории людей, к которым она относится. Это люди, которые неопытные по возрасту, это люди, которые неопытные по складу ума, они просто еще не сформировали ясное понимание или ясное отношение к тем или иным явлениям. И люди, которые уже много знают, мудрые, разумные, которые тоже могут обогатиться или получить для себя практическую пользу из этой книги. И последнее во вступлении, для того, чтобы нам пойти дальше и посмотреть на всю остальную часть этой книги, главная идея книги. Эта книга, подобно книге «Экклесиаст», «Экклесиаст» представляет нам в очень сжатой форме главную идею или главное ядро, вокруг которого построена вся она. Это ядро представлено в 1 главе 7 стих. «Начало мудрости – страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление». Очень интересная идея. Тема страха Господнего, она очень яркой нитью проходит через всю эту книгу. И она преломляется здесь не просто в самой богословской идее, которая оторвана от реальности, от практики жизни. Она представлена здесь в очень тесной связи с мудростью. Она представлена здесь как источник, как основание, из которого исходит мудрость, без которого мудрость просто реально практически невозможна. Есть много людей, которые обладают знанием, но они не имеют мудрости. Их нельзя назвать мудрыми. И мы говорили об этом в воскресении уже, приводя одну конкретную сферу в пример. Достаточно много людей, которые обладают огромным запасом знаний, которые действительно имеют высокое образование и имеют очень много научных степеней или признания этого образования. Несмотря на это, если человек не имеет страха Господнего, в его системе ценностей, в его системе координат отсутствует возражнейший стержень, на основе которого все знание должно выстраиваться. И таким образом, он, имея дело с фактами, может быть, правильными фактами, он не способен сделать правильные выводы из этих фактов. И поэтому его оценки и его решения всегда будут приводить к катастрофе в его собственной жизни, в его личной жизни. И примером этому является история мира. Посмотрите, многочисленные философы, очень много самых разных философов, которые жили на протяжении всей истории, которые выдвигали идеи, они были умнейшими людьми, умнее нас всех вместе взятых, может быть. Эти умнейшие люди, они никаким образом не решили проблем ни своих, ни общества своего, в котором они жили. Причина этого заключается в том, что обладая большим разумом, большими способностями, если у человека отсутствует доминирующая и прогрессирующая в его жизни страх Божий или восприятие Бога, которое представлено здесь как страх Божий, то этот человек не может быть мудрым. Итак, это первый блок, который мы видим, это вступление, мы на нем остановились подробнее. Дальше мы будем чуть-чуть быстрее идти, чтобы нам успеть посмотреть хотя бы на основные элементы этой книги. Вторая часть – это уроки мудрости. Эта часть, она включает в себя, она начинается в первой главе восьмым стихом и доходит до конца девятой главы. Почему это уроки мудрости? Потому что мудрость здесь говорит. Если вы почитаете, то здесь происходит персонафикация мудрости или олицетворение мудрости. То есть олицетворенная или персонифицированная мудрость говорит. То есть автор говорит от лица мудрости здесь. И это продолжается девять глав. Там, правда, есть несколько отступлений небольших, но если вы посмотрите на восьмую главу и на девятую главу, то вы увидите там очень много конкретного, прямого обращения от лица мудрости. Посмотрите, как она начинается. Как начинается эта часть? Я не с восьмого стиха буду читать, а чуть-чуть позже, в конце первой главы, с двадцать девятого стиха, здесь написано так. За то, что они возненавидели знания, не избрали для себя страха Господня. Это мудрость говорит. Это олицетворенная или персонифицированная мудрость говорит. Не приняли совета моего, призрели все обличения мои. Зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов своих, потому что упорство невешт убьет их и беспечность глупцов погубит их. А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшая зла. То есть эта мудрость говорит, и она продолжает там очень много разных конкретных фактов, конкретных идей представляет на протяжении этих девяти глав. Опять здесь знание тесно связано с наличием страха Божьего. Посмотрите, написано, за то, что они возненавидели знания и не избрали для себя страха Господнего. Два этих фактора играют такую роль, которая, вернее, они способствуют тому, являются причиной, почему человек приходит к печальному концу в своей жизни. То есть мудрость говорит, и она превозносится здесь очень ярко, и показана ее ценность, показана, как ее нужно искать и так далее. Вот это во второй части уроки мудрости. Третья часть, которую можно назвать как собрание притчи Соломона, по причине того, что именно так она начинается, эта часть. Посмотрите, 10 глава, 1 стих. Притчи Соломона. Вся книга названа притчей Соломона. Но была определенная часть, которая уделена тому, чтобы мудрость говорила. И вот здесь, с этого момента уже вот эта презентация мудрости закончена. Здесь начинаются конкретные идеи. Маленькие, короткие, но они очень глубокие и важные. В первом стихе же мы читаем «Сын мудрый, радует отца, а сын глупый, огорчение для его матери». И продолжение разных, разных, практически касающихся нашей жизни факторов, истин, которые регулируют нашу жизнь в огромном смысле этого слова. В этой части, как я уже сказал, приводятся многочисленные принципы, которые помогают нам увидеть, как мы можем иметь жизнь правильную, благочестивую, благословенную, насыщенную, полную, как мы можем настроить или отрегулировать свою жизнь так, чтобы в разных сферах ее мы могли иметь успех. Итак, это с 10 главы 1 стих до 22 главы 16 стих. Есть еще четвертая часть, которую можно назвать как «Слова мудрых». Эта часть начинается с 22 главы 17 стих. Очень интересно, что она начинается именно посередине главы, но вы знаете, что все эти книги, они изначально были написаны как одно целое, они не были написаны по главам. На главы они были разбиты позже уже. Вот, и поэтому в данном случае те, кто разбивал на главы, несколько неудачно это сделали. То есть они сделали разделение, большого раздела, прямо в середине главы. Но это то, что здесь начинается новый раздел, достаточно хорошо видно даже в русском или английском языках, даже когда мы не обращаемся к оригинальному тексту, к оригинальным языкам. Посмотрите, пожалуйста, 17 стих еще раз. «Преклони ухо твое, и слушай слова мудрых, и сердце твое обрати к моему знанию, потому что утешительно будет, если ты будешь хранить их в сердце твое, и они будут также в устах твоих, чтобы упование твое было на Господа, и я учу тебя и сегодня». Разница, основная разница между теми притчами, которые были до этого места и притчами, которые будут дальше, заключается в том, что дальнейшие притчи, они немножечко полновеснее, то есть они немножечко более детальные. Если притчи до этого места короткие, такие маленькие чанкс, маленькие кусочки, которые представляют собой короткие, очень емкие жемчужины, то здесь уже представляется немножко более раскрытое. Каждая притча чуть-чуть больше раскрывается. Здесь уже несколько стихов, собранную в одну какую-то тему, или не помогает нам увидеть эту тему немножечко глубже. Заканчивается этот раздел двумя специальными главами. Одна тридцатая глава отличается тем, что ее назван, назван автор Агур, сын Иакея, и в ней он фокусируется с самого начала на своем отношении к истине. Очень интересный фактор. Я чуть-чуть остановлюсь на нем, потому что очень важная часть этой книги. Посмотрите второй стих, тридцатая глава второй стих. «Подлинно я более невежда, нежели кто-либо из людей, и разума человеческого нет у меня. И не научился я мудрости, и познания святых не имею». Очень важный фактор. Этот человек, уровень которого мы видим достаточно высок. Он написал то, что было помещено в книгу притчи, и то, что было помещено в Библию. Но этот человек имел постоянно очень яркое понимание, очень ясное понятие для себя своей нужды в мудрости. Когда он смотрел на тот объем мудрости, который стоит перед ним, и когда он смотрел на то, сколько нужно мудрости, чтобы правильно и эффективно жить, то он ничего больше не мог говорить, как подлинно я более невежда, нежели кто-либо из людей. И разума человеческого нет у меня, и не научился я мудрости, и познания святых не имею. И здесь же он объясняет, где он эту мудрость берет. Посмотрите, пятый и шестой стихи. «Всякое слово Бога чисто, он щит уповающим на него. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом». То есть он сравнивает себя со словом Божиим, и он видит себя нечистым, невеждой, человеком, который не способен правильно жить, правильно видеть, правильное решение принимать. И он сравнивает себя и видит Слово Божие, и видит, что вот эта нужда может быть восполнена тогда, когда он будет познавать Божие Слово. И 31 глава, мы уже говорили о ней, очень интересная, очень такая своеобразная во всей этой книге, потому что она представляет собой одну тему. Ее основная тема заключается в том, что мать дает своему сыну наставление относительно того, какая жена хорошая, что значит образцовая жена. И там много разных характеристик представлены, очень интересные характеристики заканчиваются, вернее, начинается эта презентация вся таким вопросом, кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. То есть внимание этого сына обращается и внимание всех, кто будет читать эту книгу, обращается на то, что действительно наличие вот этих качеств это самая большая ценность. Все остальные вопросы, за которыми часто гонятся люди, они не обладают такой ценностью, как те, которые представлены здесь. Итак, мы посмотрели на структуру книги-притчи, и теперь мы вместе сфокусируем наше внимание на том, чтобы проанализировать самые доминирующие, самые важные темы, которые содержит эта книга. Этих тем очень много, как я уже сказал, до того, как мы это сделаем. Я хотел бы попросить вас об одном очень важном условии, которое поможет вам получить максимальное благословение от этой книги. Поставьте перед собой цель, вот сейчас, когда вы будете слушать, и когда вы будете читать, и когда вы будете исследовать эту книгу еще раз, подставьте перед собой цель сравнивать себя с тем, что здесь написано. Это удивительное упражнение, которое, если вы будете серьезно делать, оно позволит вам существенно вырасти как личности. Оно поможет вам увидеть себя, во-первых, очень ясно, и, во-вторых, оно поможет вам увидеть шаги, которые необходимы вам, для того, чтобы вы могли стать сильным, настоящим, полноценным человеком. Опять-таки, мы этого еще немножечко коснемся чуть позже. Давайте сейчас посмотрим на основные темы. Тема номер один, мы уже ее озвучили, самая главная доминирующая тема, это тема страха Божьего. О страхе Божьем много сказано, и сказано не только в самом начале, где представляется связь страха Божьего с мудростью, но сказано достаточно много других деталей, почему это явление, или этот аспект, характеристика жизни человека очень важна. Еще одно упоминание об этом же самом, очень похожее на притча 1, 7, притча 9, 10. Написано начало мудрости, страх Господень. Дальше уточняется и познание святого разума. Если в притче 1, 7, в первой главе написано просто начало мудрости, страх Господень, и глупцы презирают мудрость и наставление, то здесь немножечко уточняется, что же имеется в виду страх Господень. Страх Господень, который ведет к мудрости, он имеет практическое выражение в том, что я познаю Бога. Для меня это важнейшая цель жизни. Моя мудрость, степень качественности моей личности неразрывно связана с тем, насколько я, преклоняясь перед Богом, осознавая Его величие, насколько я практически хочу Его познать, Его понимать, насколько я обогащаю свое познание, свой внутренний мир знанием святого. Кроме того, страх Божий указано имеет конкретное действие, конкретный эффект на нашу жизнь. 10 глава, 27 стих. Страх Господень прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся. То есть человек, который боится Бога, он будет его слушать. Он будет познавать, что он говорит, и он будет слушать Бога. И поэтому он не попадет в те неприятные, неправильные, опасные ситуации, в которых он может свою жизнь сократить, или которые сократят его жизнь. Страх Господень прибавляет дней. Написано, лета же нечестивых сократятся. Это факт, который мы видим очень много на практике жизни. 14 глава, 26 стих. Открывает еще одну грань. «В страхе перед Богом надежда твердая. Сынам своим он прибежище. Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сетей смерти». Посмотрите, еще две грани представлены страха Божьего. Надежда твердая, то есть, во-первых, страх Господень прибавляет дней, во-вторых, детализируется еще больше, каким образом это происходит, что человек может иметь успокоение в сердце, может иметь упование, он не будет бояться обстоятельств. То есть, человек, боящийся Бога, он не боится обстоятельств. Страх Господень – надежда. В страхе перед Богом надежда твердая. То есть, у него есть точка, в которую он приносит самого себя со всеми своими переживаниями и проблемами. Это человек, который боится Бога. «И сынам своим он прибежище» написано. Дальше. «Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сетей смерти». Это то же самое или перефразированное выражение, то же самое истинное, которое мы читаем в 10 главе 27 стихе. То есть, страх Господень дает жизнь. Он дает ее жизнь в смысле времени, и он дает жизнь в смысле наполнения ее. Он наполняет ее настоящей глубокой жизнью. 19 глава 23 стихе говорит об этом же самом, примерно, «Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его». Очень интересный факт. Всегда будет доволен, он будет иметь внутри ясное состояние покоя, удовлетворенности, и зло не постигнет его. Речь идет о том, что он никогда не встретится со злом. Речь идет о том, что где бы он ни находился, зло никогда не сможет «overtake him», никогда не сможет взять его, захватить его. То есть, он всегда будет доволен, он сможет прожить в любой ситуации жизни. То есть, человек, который имеет его. И так далее. То есть, страх Господень, я уже говорил о том, что это доминирующая тема, и несколько вот буквально коротких граней. К сожалению, нам придется вот так вот быстренько пройти все остальные темы по причине того, что их много, и обо всех нужно хотя бы немножечко сказать. Я надеюсь, что эти темы заинтересуют вас, и вы возьмете потом дополнительно сами, еще глубже исследуете. Хотя я об этом надеюсь о каждой книге. Каждую книгу, которую мы изучаем, я вижу, что там так много богатства, которые стоят того, чтобы детальнее исследовать. И может быть, вы действительно и составите для себя такой план, и будете потихонечку, ну, сколько Бог даст жизни, фокусироваться на том, чтобы изучать эти книги самому, самим самостоятельно и обогащаться. Следующее качество, которое представлено здесь, или тема, это тема смирения. Она очень тесно связана со страхом Божьим. Человек, который боится Бога, это человек, который смиряется перед Богом. Но здесь смирение немножко в более широком смысле этого слова. Речь идет о смирении не только в смысле смирения перед Богом, а это о смирении вообще, это личность смиренная. Этот человек, конечно, оно определяется смирением перед Богом, но это человек, который смирен во всех своих взаимоотношениях, во всех ситуациях, с которыми он сталкивается. 3-я глава, 34-й стих. «Если над кощунниками он посмевается, то смиренным дает благодать». Это самая главная причина, почему нужно иметь смирение, которое представлено здесь в книге «Мудрости». то, что есть такой факт. Если ты не смирен, то тебе не видеть благодати. То есть ты воюешь против Бога. Не смиренный человек, он находится в состоянии вражды против Бога в каком-то смысле этого слова, настолько, насколько он не смирен. Так вот, Бог над кощунниками, то есть над теми, кто выступает против Него, Он посмевается. А смиренным Он дает благодать. Очень важный фактор. Еще один аспект важности смирения. 11-го, 2-й стих. «Придет гордость, придет и посрамление». Но со смиренными мудрость. То есть, насколько более человек возрастает в своей гордыне, тем больше он будет посрамлен. К сожалению, как я уже отмечал, гордыня является двигателем современного общества в любой сфере, в какой вы не посмотрите, будь это политика, будь это бизнес, будь это искусство, будь это какие-то другие сферы. Людей воспитывают, люди учатся так. Они живут так, чтобы утверждать себя в максимальной степени. Но Писание ясно говорит, вот это утверждение себя обязательно приведет к посрамлению. Рано или поздно, в той или иной степени, с той или иной стороны, обязательно придет и посрамление. Но со смиренными мудрость. 15-я глава, 33-й стих. Говорит о том, откуда, вернее, какой эффект дает смирение. 33-й стих. «Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение». То есть, если человек по-настоящему смиренный, то это приведет его к тому, что он будет прославлен. Опять-таки, заметьте, это Божьи истины, которые идут вразрез с тем, во что верит общество современное. Вразрез смирской мудрости. И эти вещи, почему я говорю, что нам нужно проверять себя, эти вещи, они очень часто являются частью жизни христиан. Мы же живем, вращаясь в окружающем нас мире. И мы невольно перенимаем всякие настроения, ценности, подходы, которыми живут люди вокруг нас. Поэтому, к сравнению себя с книгой Принчи, это хорошая проверка, это хороший такой инспекционный инструмент, который позволяет нам видеть, не загрязнились ли мы где-то. А мы точно загрязнены, это точно, 100%. Потому что это загрязнение исходит еще от нашего «я» собственного, прежде всего. И последний стих, который я хотел прочитать по этой теме, 29 глава, 23 стих. «Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает честь». Примерно то же самое, о чем говорил предыдущий, процитированный нами стих. Итак, два аспекта уже мы коснулись двух тем. Страх Божий, первое, то, что ясно представлено в этой книге. Второе, это смирение, гордыня всячески показывается как очень сложный и очень такой негодный элемент жизни, который приводит к плохим результатам, и смирение действительно воспевается здесь. Третья тема, не менее важная, это упование на Бога. Книга притча очень много говорит о том, что при всем стремлении к тому, чтобы стать эффективным, стать целостным, стать сильным, стать мудрым человеком, стать способным человеком, чтобы при всех этих факторах, чтобы человек никогда не стал уповать на самого себя, чтобы человек продолжал ясно видеть, что все его упование возлагается на Бога, а не на самого себя. Третья глава, наверное, ярче всего говорит об этом с пятого стиха. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». Заметьте, это сказано в контексте того, что стать мудрым, стать мудрым. Ищи знание, познавай мудрость, ищи мудрости для себя. Вот, и во всем этом сказано, но не полагайся на разум свой. Ищи знание и ищи его так, чтобы гордыня не выросла в тебе, чтобы ты не возомнила себе, чтобы ты увидел, что только то, что пришло от Бога, ценно, а все то, что генерируется тобой, оно подведет тебя. Во всех путях твоих познавай его. Дальше написано, и он направит стези твои. Он направит их правильно. Если ты сфокусируешь свое внимание на то, чтобы его познавать в жизни, любой проект вы делаете, любой период жизни, любое решение вы принимаете. Мы, конечно, склонны принимать решение с точки зрения того, насколько оно будет выгодно, насколько оно будет удобно, насколько оно позволит нам достичь тех или иных благ в нашей жизни. Но Писание говорит, книга притчи говорит, пусть решение доминируется целью. Выбираете вы одну работу и другую работу. Решите, в какой работе вы сможете больше его познавать. Одну карьеру, другую карьеру. Одно место жительства, другое место жительства и так далее. Это сверхважный аспект. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои. Дальше, не будь мудрецом в глазах твои. Познавай мудрость, но не будь мудрецом в глазах твои. Бойся Господа и удаляйся от зла, и это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. Итак, это важность того, почему нужно полагаться. Важность, чтобы полагаться на Бога, а не на себя. И дальше представлено несколько причин. Во-первых, первая причина, Бог контролирует все. Бог, а не мы. Очень много об этом сказано в книге притчи. Книга притчи много говорит о Боге. Книга притчи очень богословская книга, хотя она приводит это богословие на практический уровень. Это очень богоцентричная книга. Несколько примеров я приведу. 16 глава 1 из 1 стиха. Человеку принадлежат предположения сердца, но от Господа ответ языка. То есть я предполагаю, что мне скажут одни или другие люди, но Бог контролирует ситуацию. Все пути человека чисто в его глазах, но Господь взвешивает души. То есть когда человек определяет, что ему делать, ему кажется, что он прав, он правильно делает, но Бог смотрит глубже, Он видит больше, чем мы видим. Он взвешивает, и Он выносит решения по нашим путям. 3 стих. Придай Господу дела твои, предприятия твои совершатся. Что значит предай Господу? Не все люди понимают смысл этого. Некоторые думают, что они предают Господу то или иное желание свое, и Господь должен гарантировать им результат. В действительности по-другому. Придай Господи дела твои, это значит, сделай все, что ты можешь, и доверь, чтобы Бог определил тот результат, который ему хочется, который он видит наилучшим для этой ситуации. Вот что значит предай Господу путь. Идет молодой человек делать предложение девушке, придай Господу путь твой, и предприятия твои совершатся. Если Бог сделает так, что скажет да, это лучше для тебя, а если скажет нет, то это тоже лучше для тебя. Русская пословица говорит, если невеста уходит к другому, еще неизвестно кому повезло. Это, ну, очень тривилизированная, может быть, такая ситуация. Ну, таких очень много, самых разных. То есть, ясно сказано, предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся. Все сделал Господь ради себя, и даже нечестиво блюдет на день бедствия. Это вообще стих сверх-сверх такой супер-богословский. Если вы посмотрите, слово блюдет в скобках стоит. Это значит, что его нет в оригинале. Все соделал Господь ради себя, и даже нечестиво на день бедствия. Это достаточно сильное заявление, с которым нужно что-то делать. Опять-таки, у нас сегодня нет времени, чтобы им очень сильно заниматься, но это факт, что Бог контролирует абсолютно все, от начала и до конца. Очень ясно. Итак, мы говорим об уповании на Бога еще два стиха, или еще три стиха на эту тему. Два стиха, которые говорят о том, что Бог контролирует все. Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда захочет, он направляет его. То есть решение правительств оказывается тоже небесконтрольное. Всякий путь человека прямо в глазах его, но Господь взвешивает сердца. Мы уже говорили об этом. Соблюдение правды и правосудия более угодно Господу, нежели жертва. 29 глава, 25 стих. Боязнь перед людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен. Практическое применение упования, то есть если человек уповает на Господа, он освобождается от опасности, когда он боится людей, у него есть опасность, он неправильно будет действовать. Он попадет в ту или иную сеть. Это почти всегда так. Сколько мне приходилось наблюдать? В зависимости от того, насколько сильна этот страх, сильна эта боязнь, человек попадает в сеть. Боязнь перед людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен. Многие ищут богосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа. Разные вопросы, где мы думаем, как бы правитель, чтобы правильно сделал или сделал то, что мы хотим. Очень интересные вещи, связанные с этим. Особенно я помню, когда мы жили в Советском Союзе, там же правители вообще делали то, что им удобно. Каждый там взятки ждет. Каждый, может быть, я слишком сильно сказал, но почти каждый. Или очень многие люди. Все построено на этом. Но очень интересно, как освобождает истина вот этой книги притч, как освобождает человека, когда человек ищет не благосклонного лица правителя, а ищет судьбы от Господа. Когда он делает то, что правильно. И Бог действительно приводит свой результат. Есть еще одна причина для упования на Бога, не только то, что Бог контролирует все, но и то, что Бог надежен. И об этом много сказано в этой книге. Один стих я только приведу. 18 глава, 10 стих. «Имя Господа – крепкая башня. Убегает у нее праведник и безопасен». Итак, три темы уже мы посмотрели в этой книге. Это страх Божий, это смирение, который исходит из страха Божьего. Это упование на Бога, которое тоже связано с этим. И вот теперь мы доходим до основного доминирующего, может быть, элемента, который исходит из страха Божьего. Человек становится мудрым в этом случае. То есть, когда он боится Бога, когда он в смирении, когда он уповает на Бога, вот это дает ему то, что позволяет ему быть мудрым. И мудрость представлена очень широко, как я уже сказал, что с разных сторон, очень широко в этой книге. Во-первых, она обладает огромной практической ценностью. Много сказано о ее практической ценности. Третья глава с 13 стиха. «Блажен человек, который снискал мудрость. Человек, который приобрел разум». Слово «блажен» – очень важное слово. Человек, имеющий счастье. У нас у всех есть представление о счастье. И у каждого из нас есть свой вариант, как мы этого счастья достигаем. Но здесь ясно сказано, если мы хотим по-настоящему быть счастливыми, нам нужно понять, что это такое мудрость, о которой здесь сказано, и разум, и получить ее. Как ее получить? «Блажен человек, который снискал мудрость». Дальше написано, потому что приобретение ее лучше приобретения серебра. Это еще один аргумент, который противоречит, не совпадает с общепринятым мнением века сего. Человек, который имеет мудрость, лучше, ему лучше, если у него есть мудрость, чем он приобрел бы деньги. И прибыли от нее больше, нежели от золота. Человек, у которого есть голова на плечах, который может мудрое решение принимать, он, его жизнь, будет благословеннее и эффективнее, чем если человеку дашь мешок золота. Человек с мешком золота и без мудрости, он не только не будет счастлив, он этот мешок золота быстро потеряет. Вы знаете, что большинство людей, которые, подавляющее большинство людей, которые выигрывают деньги в лотерею, большие деньги, я имею в виду, миллионы, через два года они становятся беднее, чем они были до того, как выиграли эти миллионы. И на это есть причины. И книга Притча, кстати, говорит об этом. Мы чуть позже посмотрим. Мудрости не хватает в людей. Она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобой не сравнится с ней. 17 стих этой же главы. Пути ее, пути приятные, все стези ее мирные. Она дерево жизни для тех, которые приобретают ее, и блаженны, которые сохраняют ее. Дальше написано, что мудрость настолько ценна. Господь премудростью основал землю, и небеса утвердил разумом. То есть, если мы получаем мудрость, мы этим самым пользуемся теми инструментами, которыми пользуется сам Господь Бог. То есть, это и проводит параллель вот этого подобия, образа и подобия с Богом, которые у нас есть. Кроме того, что мудрость обладает великой практической ценностью, книга притчи говорит о том, что мудрость нужно искать. Много говорит. В разных, под разным углом, в разных главах. Вот один из примеров. 4 глава, 7 стих. Главная мудрость. Приобретай мудрость. Всем имением твоим приобретай разум. Высоко цени ее, и она возвысит тебя. Она прославит тебя. Если ты прилепишься к ней, возложит на голову твой прекрасный венок, доставит тебе великолепный венец. Заметьте, приобретай мудрость. Мудрость – это не только знание, это правильное знание с правильным подходом к нему. Это правильное отношение к нему. Это правильное отношение к тому, кто является автором всего знания. И так далее. И здесь написано, главная мудрость. Приобретай мудрость. Это одна из причин, почему мы в церкви так много внимания уделяем тому, что мы берем и проповедуем истину, чтобы истина сделала нас мудрее. Чтобы мы могли видеть истину, как исходящую от Бога. И чтобы мы могли, преклоняясь перед Богом, воспринимать эту истину, а чтобы она обогащала нашу жизнь. Вот почему в церковь проповедь, Библию, изучение Священного Писания нужно ставить на самый высокий уровень приоритетности. Главное – мудрость. Приобретай мудрость. Всем имением твоим приобретай знание. Приобретай то знание, которое тебя обогатит. Высоко цени ее, и она возвысит тебя. Прославит тебя, если ты прилепишься к ней. Жизнь твоя будет славной. Речь не идет о том, что тебя там на доску почета повесят и скажут, вот такой славный человек. Речь идет о том, что жизнь будет наполнена славой. Твоя семья, твои решения, как ты сталкиваешься с тем или иным обстоятельством, с тем или иными проблемами и так далее. Кроме того, мудрость нужно искать вовремя, когда ее можно найти. Не всегда можно найти мудрость, оказывается. И книга Притчи говорит об этом. Есть определенные периоды времени. То, что человек должен был выучить, когда он был в первом классе, он может выучить в десятом, но он уже безнадежно потеряет десять лет. И не только десять лет, а все то, что он должен был сделать в десять лет, что должно было определить всю его оставшуюся жизнь. Вот почему написано 24 стих 1 главы. Посмотрите. Мудрость говорит. Я звала, и вы не послушались. Простирала руку мою, и не было внимающего. Вы отвергли все мои советы, и обличений моих не приняли. Зато и я посмеюсь в вашей погибели, мудрость говорит. Порадуюсь, когда придет на вас ужас. Когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь, принесется на вас. Когда постигнет вас скорбь и теснота, тогда будут звать меня, и я не услышу. С утра будут искать меня, и не найдут меня. Причина следующая. Смотрите. Для того, чтобы человек мог встретиться с трудностью правильно, и вот там мудро прореагировать, для этого нужны годы роста мудрости. Я встречаюсь с ситуациями, когда человек собирается жениться, и приходит, вот, научите меня мудрости. Да, мы будем учить. Но я на многих людей смотрю и вижу безнадежный кейс. Потому что он пришел сейчас, и он хочет за две недели. Он может за две недели выучить многое, если он вундеркинд. Но то, что у него уже сложилось, сформировалось, то, что уже набило колею, и за два года трудно вылечить. И вот написано, возникает ситуация, когда нужна мудрость, а ее нет. И написано, будут искать, будут взывать к мудрости, будут говорить, вот, нету мудрости. Она есть. Просто ты не способен ее воспринять сейчас. Мудрость накапливается со временем. Мудрость – это не что-то, что ты пошел и получил, и вот у тебя есть сразу. Это постепенный процесс, который обогащает человека. Мудрость нужно искать вовремя. Искать тогда, когда можно ее найти. Когда есть время, не тратьте время напрасно. Используйте его для того, чтобы стать мудрее. Вот в любой ситуации, как бы к вам плохо ни относились, что бы там ни было с экономикой, или со здоровьем, или еще с чем-то, если вы в ситуации стали мудрее, получили практическую мудрость от Бога, вы не потеряли время напрасно. Вы, может, потеряли деньги, вы, может, потеряли что-то еще, но вы обогатили себя. И с другой стороны, вы можете получить, урвать что-то, ухватить что-то, но то, что вы ухватили, очень быстро улетучится. А если внутренний ваш человек, если ваша личность так и осталась бедной, она такой и будет. Притча 2 глава говорит нам о том, что истинная мудрость только у Бога. Мы уже с разных сторон об этом говорили. Вот еще с одной стороны, с 3 стиха. Если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его, как серебра, то есть его нужно искать настойчиво, просто так оно не вкатится в ум. Его нужно искать, как серебра, и отыскивать, как сокровище, то есть как что-то чрезвычайно ценное, то тогда в результате этого уразумеет страх Господень. Мы уже говорили об этом. И найдешь познание о Боге, ибо Господь дает мудрость из уст его знаний и разум. Он сохраняет для праведных спасение. Он щит для ходящих непорочно. Он охраняет пути правды и оберегает стезу святых своих. Тогда ты уразумеешь правду и правосудие, и прямоту, и всякую добрую стезю. Посмотрите, истинная мудрость неразрывно связана с Богом, и мы можем получить ее только от Него. И несколько еще штрихов, связанных с мудростью. Истинная мудрость нужна прежде всего нам самим. Вот когда мы говорим о мудрости, когда мы отсюда, из-за кафедры, или в домашних группах, или в личных беседах, мы побуждаем, ищите мудрость, и вам нужно ученичество, вам нужно познание Бога, вам нужно искать различных форм, чтобы практически обогащать свою жизнь истинной. Это не нам нужно. Точно так, как еда, которую люди, которые доктор вам рекомендует, она не ему нужна. Доктор может за вас поесть, вернее, он не может за вас поесть, он может поесть, но это он поест. Вот. А для того, чтобы польза была вам, вам самим нужно поесть. Вот точно так и с мудростью. 9 глава 12 за стих написано «Если ты мудр, то мудр для себя, а если буйен, один потерпишь». То есть, если нет мудрости, если у тебя в сердце, в характере, ты будешь терпеть. Если нет там мудрости, ты будешь первый, кто потерпит от этого урон или какие-то неприятности. Первая глава, еще раз повторю эти стихи, когда мудрость говорит об этой проблеме, что мы сами теряем или мы сами получаем такую существенную проблему, катастрофу в своей жизни, если мы игнорируем мудрость. 29 стих. «За то, что они возненавидели знания и избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего, презрели все обличения мои, зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их». Я уже говорил об этом много раз, мне часто приходится иметь дело с людьми. Я вижу людей, которые не хотят принимать. Ты ему объясняешь с одной стороны или ей, или с другой стороны, и с пятой, и с десятой. И раз, и два, и один человек, и другой человек. И ты видишь, что человек не принимает и продолжает жить, исходя из своих собственных представлений. И ты ясно видишь, куда эта траектория приведет. Хотя много всяких объяснений, самых разных, а может быть не так. Вы помните эту историю, придешь со школы, убери в доме? Очень много логичных объяснений может быть всем этим теориям, что инопланетяне написали эту записку и так далее. То есть самые разные теории, которые могут быть. И они успешно могут быть представлены и даже защищены. Проблема только заключается в том, что человек, который не имеет мудрости, человек, который не ищет, написано, будет вкушать от плодов путей своих. И насыщаться от помысловых. И дальше сказано о двух проблемах. Есть две проблемы, которые несут на себе люди, которые не имеют мудрости. Проблема не заключается в интеллектуальной недостаточности или же еще каких-то там обстоятельствах внешних и так далее. Есть только два фактора, которые упомянуты здесь. Потому что упорство не вешает, что бьет их. Упорство – это гордость. Человек по своей гордости продолжает быть невеждой. Он продолжает отказываться от мудрости, убьет их. И беспечность глупцов погубит их. Беспечность – это лень. Вот по этим двум причинам люди не имеют мудрость. И дальше написано, «Ослушающий меня, мудрость говорит, будет жить безопасно и спокойно, не страшаясь зла». И так о мудрости очень много сказано. И сказано также о обратной стороне мудрости, о глупости. Несколько текстов я приведу, хотя очень много. Если вы будете читать, вы отметите для себя очень много всяких разных вещей. Притча 3.35. «Мудрый наследует славу, глупый и бесславие». 14.8. «Мудрость разумного знания пути своего, глупость же безрассудных заблуждений». То есть человек мудрый, он знает, куда идет и почему идет, он знает суть. Глупый же человек, он заблуждается, он думает о том, что он знает, но он попадает в проблему. 15.5. «Глупый пренебрегает наставлением отца своего, а кто внимает обличением, тот благоразумен». 17.6. «К чему сокровище в руках глупца? Для приобретения мудрости у него нет разума». Помните, я говорил о миллионах, которые люди получают? «К чему сокровище в руках глупца? Он же не знает, что с ним делать». Если у него нет ума заработать, у него не будет ума правильно их потратить. Один из текстов. 17.24. «Мудрость пред лицом у разумного, а глаза глупца на конце земли». Много раз мы уже упоминали эти стихи. Глупец всегда думает, что вот-вот там, вот-вот где-то, вот у кого-то, вот при каких-то обстоятельствах, а мудрость пред лицом у разумного, он берет реальные обстоятельства, там, где он живет, делает из них выводы, берет факты, практически реально применяет их в своей жизни, не ища чего-то далекого, что нереально и неосуществимо прямо сейчас. Итак, это четыре первых темы, о которых мы уже говорили. Страх Божий, смирение, по войне на Бога, мудрость. И шесть еще тем, опять-таки, я очень коротко не скажу, ввиду того, что у нас уже совсем нет времени. Опасность внебрачных, сексуальных отношений. Я об этом подробно говорил в воскресенье, поэтому мы не будем сейчас распространяться, но здесь сказано очень много об этом. В притче 2 глава 16 стих написано, что мудрость охраняет от таких искушений, охраняет от опасности, от того, что разрушает человека. Написано, что ты получишь мудрость для того, чтобы в 16 стих спасти тебя от жены другого, от чужой, который умягчает речи своей, который оставил руководителя юности своей, забыл о завет Бога своего, дом ее ведет к смерти, и стез ее к мертвецам, и никто из вошедших к ней не возвращается, не вступает на путь жизни. Эти отношения обманчиво привлекательны, мы говорили об этом подробно в воскресенье. Притче 5.3 «Ибо мед источает уста чужой жены, и мягче елее речи ее, но последствия от нее горькие, как полынь, острые, как меч обоюдоострый. Ноги ее не сходят к смерти, стопы ее достигают преисподней». Эти отношения всегда дорого стоят, они не могут пройти бесследно. Притче 6.26 «Потому что из-за жены блудной обнищевает до куска хлеба, а замужняя жена уловляет дорогую душу». Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? Может ли кто ходить по горящим угольям, чтобы не обжечь ног своих? То же бывает и с тем, кто входит к жене ближнего своего, кто прикоснется к ней, не остается без вины». 7 глава очень подробно говорит об этой проблеме. То есть очень много сказано о том, что человек должен искать мудрости, и он должен, пользуясь мудростью, увидеть опасность всех этих явлений для того, чтобы их избегать. Шестая тема, представленная здесь, не менее важная, это тема лени. Речь идет о глобальной проблеме. Я уже много раз упоминал этот факт, что мне приходится слышать людей, которые говорят о своих детях. Очень хороший мальчик, очень умный, но ленивый. В принципе, все хорошо. И олень такая, ну маленькая деталька, которая, казалось бы, ну главное шумный. Вот. А там небольшой такой изъян, который исправим. Книга притчи говорит об этом совершенно по-другому. Книга притчи представляет лень как одной из ключевых проблем человека. Это действительно так, потому что это связано с проблемой грехопадения, причем эта лень может быть разной. Она может быть физической, то есть человек ленится физически работать. Она может быть интеллектуальной ленью, то есть человек ленится работать над собой. Человек ленится концентрированно делать дело. Особенно сегодня мы живем в век, когда нам постоянно говорят о том, что у человека attention span, или же вот этот спектр внимания, продолжительность внимания, очень короткая, там я не помню, кто-то говорит минуты, кто-то говорит секунды. И поэтому люди, они не могут заниматься одним делом сконцентрированно. Он чуть-чуть поделал, потом пошел там посмотрел, что-то, потом пошел там погулял, потом пошел еще там куда-то, потом еще пришел чуть-чуть поделал. И вся его жизнь вот так вот растринкана. То есть она неэффективна, она не сконцентрирована, эта жизнь. Книга притчи, она опровергает это, она говорит, что человеку нужно научиться жить очень концентрированно, жить так, чтобы он мог трудиться. Во-первых, лень неестественна. Шестая глава, шестого стиха написано, «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия и будь мудрым». И дальше очень важный фактор. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя. Но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Я вам приведу такой пример. Если вы учитесь где-то, скажите мне, пожалуйста, когда вы готовитесь к экзамену? Или если вы пишете какую-то работу, скажите, когда она пишется? Скорее всего, очень близко к тому дню, а иногда и к тому часу, когда это все должно быть сдано. Возникает вопрос, почему вы не писали ее раньше? Вы пишете ее сейчас, или вы учите сейчас, по одной причине, начальник стоит с холестом. Ну или не начальник, а учитель стоит с дедлайн. То есть время, которое сейчас должно быть отчитано, и оно вас заставляет преодолеть, ну как вы там это не называете, занятость свою, или еще как-то, но отсутствие сконцентрированного подхода к вашей работе. А муравья сказано по-другому. Нет у них ни начальника, ни приставника, ни повелителя. Они просто берут и делают вовремя. Делают это летом. Потому что, если они будут делать в последних два дня перед зимой, то они ничего не сделают, то, что они должны были сделать во время лета. То есть, очень много здесь сказано. Не просто сказано о том, что нужно трудиться, а здесь сказано о том, что этот труд действительно должен, у нас должен быть воспитан в нас. У нас должна быть внутри достаточно ясная мотивация, у нас ясное понимание должно быть того, что такое трудолюбие. Доколе ты, ленивец, будешь спать? Когда ты встанешь от сна твоего, немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник. Кроме того, лень делает жизнь неприятной. 13.4. Душа ленивая желает, но тщетно, а душа прилежных насытится. Правда, сегодня душа ленивая желает и идет, берет кредит. Но правда, после того, как кредит взят, потом кредиторы звонят, потом достают, и номер телефона приходится менять человеку. Или еще какие-то там трюки, которые люди делают. Но смысл того, что здесь написано, посмотрите, душа ленивого желает, но тщетно. То есть, он желать-то желает, а не научился достигать того, что он желает. У него нет навыка того, чтобы делать это. А душа прилежных насытится. 15-го, потому что это не такая нагрузка на него. Но в действительности он своей ленью устраивает свою жизнь, похожей на терновый плетень, написан. А путь праведный, гладкий, то есть путь людей, которые серьезно подходят к жизни. Они расчищают это. Кроме того, ленивый неприятен для других. Если вы ленивый человек, скорее всего, люди будут вас ругать часто. Или в конце концов, они не захотят с вами иметь дело. Написано, что уксус для зубов и дым для глаз неприятнейшее явление. То ленивый для посылающих его. Это факт. То есть ленивый быть очень невыгодно. Написано здесь. Но вместе с тем, лень очень изобретательна в оправдании себя. Притча 22-13. Ленивец говорит, лев на улице, посреди площади убьют меня. То есть не могу выйти. Мы когда были в Австралии, там начались наводнения, но они начались далеко-далеко от того места, где мы были. Там, примерно тысячу миль от того, где мы были. И нам пишут некоторые люди, мы читали, что там крокодилы вылезли и по улицам ходят. Не встречали ли вы там? Или как вы, насколько вы там безопасности находите? Теоретически, да, крокодилы вылезли на улице, там где-то в маленькой деревеньке, где развелась речка, и там, где они жили, эти крокодилы, они просто, ну, подплыли к домам, потому что речка подплыла к домам, а они повылазили туда где-то на тротуарчике-то. Ну, человек, который за тысячу миль находится, он может, посмотрев передачу по телевизору, сказать, крокодилу на улице не могу выйти. Ну, вы встречались, наверное, с такими оправданиями от детей, может быть, даже самих там, то голова болит, то нога устала, что почему он не может там писать что-нибудь или делать еще что-нибудь. То есть, ленивцы, они очень изобретательны, они могут придумать разные-разные формы. И лень приводит к трагичным результатам. Два текста. 24 глава, 30 стих. «Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного, и вот все это заросло терном, поверхность его покрылась крапивой, каменная града его обрушилась, и посмотрел я, и обратил сердце моё, и посмотрел, и получил урок. Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложил руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как человек вооруженный». То есть, очень ясные последствия, и в 21 главе еще более сложные последствия. 25 стих. «Алчба ленивца убьет его, потому что руки его отказываются работать». Итак, это несколько слов по поводу лени, еще одна важная, доминирующая тема, еще одна тема, следующая тема является опасность языка. То есть, мы говорим, и то, что мы говорим, играет очень важную, очень большую роль в нашей жизни. Язык представляет собой или большое благословение, или большую беду. И там сказано, кстати, здесь можно не только опасностью назвать языка, но опасностью благословения, потому что в книге притча много сказано о том, когда уста могут быть благословением, когда они могут быть инструментом праведности. 10 глава, 31 стих. «Уста праведника источают мудрость, а язык зловредный отсечется». Уста праведного знают благоприятное, а уста нечестивых развращенно. Уста является проводником того, что в сердце. Это просто как средство выражения, инструмент выражающий то, что у нас тем наполнено сердце. 16 глава, 23 стих. «Сердце мудрое делает язык его мудрым и умножает знания в устах его». 15-2. «Язык мудрых сообщает добрые знания, а уста глупых изрыгают глупость». То есть, есть мудрость, будет язык или уста мудрые. Нет мудрости, значит, будет язык глупый. Кроме того, много сказано в книге притчи об опасности лживости и лукавства. Иногда кажется, что люди, которые научились где-то ловчить, вот они такие успешные люди, но в действительности нет, это не так. Писание много говорит, книга притча много говорит, а в важности быть правдивым. Притчи 4-24. «Отвергни от себя лживость уст и лукавство языка удали от себя». Опасность многословий. 10 глава, 19 стих. «При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен. Отборное серебро язык праведного, сердце же нечестивых ничтожества». Уста праведного опасут многих, а глупые умирают от недостатка разума. Кроме того, уста могут быть источником беды и разрушения. 18 глава, 6 стих. «Уста глупого идут в сторону, и слова его вызывают побои. Язык глупого гибель для него, и уста его сеть для души его». То есть человек от того, что он говорит устами своими, он улавливает сам себя, сеть для души его. 15-4. «Кроткий язык дерева жизни, но необузданный сокрушение духа». Вот по этой причине, по причине особой важности наших уст, книга притчи призывает нас к тому, чтобы мы могли внимательными быть к тому, что мы говорим, хранить уста наши. 13 глава, 3 стих. «Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою, а кто широко раскрывает рот, тому беда». 14 глава, 3 стих. «Уста глупого бич гордости, уста же мудрых охраняют их». Итак, это уже 7 разных тем, которые мы затронули в книге притчи. Я сказал, что их гораздо больше. Очень хорошо, если мы, читая об этом, проверяем самих себя. И еще 3, очень коротко, еще 3 темы. Первая, из этих 3, или 8 тема. Книга притчи очень много говорит о взаимоотношениях с людьми. Она поможет нам строить правильные взаимоотношения с людьми. С самыми разными людьми. Правильное отношение к грешникам с самого начала. 1 глава, 10 стих. «Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся». И там дальше написано, как они склоняют, и что они делают, и как реагировать на это. Она помогает правильно подбирать друзей. «Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми развратится». Или 16-19. «Лучше смиряться духом с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми». Вот почему мы очень часто задаем вопрос, когда я встречаюсь с человеком, я задаю ему вопрос, с кем ты дружишь? Кто твои друзья? Так написано. Некоторые говорят, ну, Ниналь, нельзя быть таким уж ускалобым, нельзя быть уж таким прям, вот, что ты прям ограничил себя уже совсем. Но Писание говорит ясно, общаешься с мудрыми, будешь мудрый. Дружишь с глупыми, развортишься. Даже если и было там чуть-чуть мудрости, выветрится все это. «Правильное отношение к бедным». 14 глава 21 стих. «Кто презирает ближнего своего, тот грешит, а кто милосерд к бедным, тот блажен». «Правильный подход к деловым отношениям». Я приведу только один стих, хотя их очень много, целый ряд стихов, которые помогают нам правильно строить бизнес или отношения с людьми по бизнесу. Притча 6.1.2. «Сын мой, если ты поручился за ближнего твоего и дал руку твою за другого, ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих». Кроме того, опасность неправильного влияния на людей представлена здесь. То есть, когда мы оказываем неправильное влияние, человек коварный сеет раздор, наушник разлучает друзей, человек неблагомеренный развращает ближнего своего и ведет его на путь недобрый. или же еще одна характеристика отношения, каким образом мы можем строить правильное отношение с людьми. 17.4. 14. «Начало ссоры, как прорыв воды, оставь ссору прежде, нежели разгорелась она». Опять-таки, я просто маленькие штрихи показываю из всего этого огромного богатства, которое здесь есть, богатство, которое поможет нам обогатить наш характер, реальная личность наша, если бы мы взяли и все, что здесь сказано, применили практически к себе. Дальше, отношение к друзьям, как строить дружбу с людьми. 18.24. «Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным». И бывает, друг более привязанный, чем брат. То есть, это очень ценно иметь друзей, и очень важно быть дружелюбным к людям. Итак, это восьмая, восьмая тема, девятая тема, правильная воспитания детей. А точнее, там много сказано и отношений об отношении детей к родителям, об отношении родителям к детям и детей к родителям. Первое, там ярко показан пример отца, который воспитывает своего сына. Если вы будете читать внимательно, вы можете обнаружить много раз сказано «слушай, сын мой!» «Слушай, сын мой!» «Слушай, сын мой!» В самом начале, смотрите, притча 1.8. «Слушай, сын мой, наставление отца моего и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Это очень большая, большая заповедь, большой пример для родителей. Не просто предложить детям что-то, а настойчиво внедрять это в их жизнь, в их сознание. Вот почему здесь много раз повторяется это. 24 глава, 21 стих «Бойся, сын мой, Господа и царя, с мятежниками и сообщайся, потому что внезапно придет погибель от них и беду от них обоих, кто предузнает». То есть здесь повторяется эта тема, когда в разных ситуациях он обращается к сыну и он делает то, что написано во второзаконии, 6 глава, где сказано «Говори об этих истинах идеала, жасть, вставай» и так далее. Здесь он приводит это ясный пример и говорит «Вот ситуация, с мятежниками не сообщайся, Бога и царя бойся». Важность воспитания. Много текстов в этом говорят. Притчи 13-24 «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его». То есть помогает удалить вот это нечестие. Помните еще один текст, у меня нет здесь его, глупость привязалась к сердцу юноши, исправительная розга удаляет ее, эту глупость. 19-18 написано «Наказывай сына своего, доколе есть надежда и не возмущайся криком его». И воспитание детей оно принесет благословение родителям. Мудрый сын радует отца. Воспитаешь сына хорошо, будет радовать всю жизнь. А глупый человек пренебрегает мать свою. Воспитаешь плохо, будешь терпеть всю жизнь. Очень важный фактор. 17-25 «Глупый сын досада отцу своему и огорчение для матери своей». И последняя, десятая тема, это не последняя в этой книге, в ней есть еще много очень важных и интересных тем. Характер образцовой жены, здесь много сказано об этом. Сказано о мудрости жены, мудрая жена устроит дом свой, глупый разрушит своими руками. Я несколько слов скажу до того. Причина, почему жена здесь выделена отдельно, потому что вся остальная книга написана прежде всего для мужа, для сына, для мужчины, для человека, который лидер, который ведет свою семью, который определяет свою жизнь. поэтому только некоторые, которые отдельно касаются женщины, некоторые аспекты особо отмечены здесь. Добродетельность, то есть мудрость жены отмечается, добродетельность жены, притчик 12,4, Добродетельная жена венец для мужа своего, позорная, как гниль в костях его. Добродетельность здесь, это не только то, что она делает добро, не только то, что она добрая, хотя это, безусловно, включает в себя. Это вот эта целостность, это goodness, это общее такое качество характера, качественность ее личности. Разумность. Притча 19-14. Дом и имение наследства от родителей, а разумная жена от Господа. Способная правильно мыслить. Довольная и добрая. 21 глава 9 стих. Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женой в пространном доме. Сварливая это недовольная. Или 19 стих. Лучше жить в земле пустынной, нежели с женой сварливой и сердитой. И завершается все это большой такой песнью, как касающейся, воспевающей благословенную жену, образцовую жену. Мы не будем сейчас читать всю эту песню, мы прочитаем только заключительный стих, который обобщает все это и говорит о том, что самым главным качеством образцовой жены является то, что она боится Бога. Притча 31.30 написано «Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы». Итак, у нас сегодня была попытка объять необъятное, попробовать охватить эту огромную книгу за, я хотел сказать, за полтора часа, но уже два почти прошло. Как я уже сказал, мы только прикоснулись к этой книге, и дай Бог каждому из нас, чтобы мы могли открыть ее для себя, чтобы мы могли обогатить себя, свою личность, чтобы наша жизнь, наша личность, она могла действительно отражать те качества и характеристики, которые представлены здесь. Аминь. Помолимся об этом. Господи, благодарим Тебя сердечно за то, что Ты даешь нам все необходимое в нашей жизни, за то, что Ты позволяешь нам видеть истину Твою, за то, что Ты позволяешь нам фокусировать наше внимание сегодня на этих важных аспектах практики нашей жизни. И мы просим Тебя, Господь, благослови нас. Благослови, Господи, чтобы это стало частью каждого из нас. Я прошу Тебя прежде всего о себе самом, о моей жизни, о том, что Ты делаешь со мной и что Ты делаешь во мне. И прошу Тебя о всех нас, Господи, сделай нас богатыми и сильными в Тебе людьми. Сделай нас людьми, которые пропитываются мудростью Твоей и всеми теми качествами, которые представлены здесь на страницах этой замечательной книги. Помоги каждому из нас увидеть себя точно в отражении этого зеркала книги-притч и исправить все то, что еще не так, еще недостаточно гармонично и совершенно. Благослови нас. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok